На связи учебный центр специалист. Тема вебинара сегодня – оплата переработок или как проводить расчет непростой зарплаты. Слово «сложный» мы не употребляем, всегда говорим, что то, что сложно, оно же трудно. Меня зовут Екатерина Санкина. Я с удовольствием делюсь в нашем учебном центре своим опытом со слушателями. Конечно, я точно знаю, что здесь находятся не только потенциальные наши слушатели, но и слушатели, которые прошли обучение в нашем учебном центре и являются уже давным-давно опытными практиками. Мы начинаем с немножечко прям норматива. Много не будет. В Трудовом кодексе есть статья 91. Даже если мы не знаем ее номер, нам хорошо известно, что именно там говорится о том, что норма рабочего времени 40 часов в неделю. Это то самое время, к которому мы должны приравнивать и все то, что отнормировать не сможем. Работодатель обязательно должен вести, организовать учет рабочего времени, которое отрабатывает каждый его работник-служащий. В 99 статье говорится о сверхурочной работе и сверхурочная работа это любые часы переработки, которые у нас с вами свыше нормы, свыше 40 часов в неделю. Как считать будем, конечно же, покажу. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часа в день, 2 дней подряд и 120 часов в год. Мы также в эти 120 часов в год включаем работу, в том числе в выходные. Про сверхурочную работу, которая не должна превышать 120 часов в год. Это любая работа, любые часы, которые свыше той самой нормы, с которой мы очень скоро с вами познакомимся. Естественно, для того, чтобы оплачивать сверхурочную работу, нам важно знать, сколько работник переработал и уже исходя из его переработки, организовать ту самую оплату времени дополнительного. Пример у нас будет с вами связан с работой диспетчера, которые работают с графиком сутки-трое и работают 24 часа в сутки, трое отдыхают. Обед у них не выделяется, хотя рассмотрим и другие варианты с выделением перерывов на питание. После того, как они отработают смену, 3 дня они отдыхают. Я, опять-таки, прежде чем показать вам нормы рабочего времени, все-таки сначала обращусь к нашей нормативной базе. Я уже тут открыла некоторые вкладочки в интернете, которые нам с вами потребуются. И мы с вами видим тот самый производственный календарь, который у нас является документом нормативным, который утверждается у нас в постановлении правительства. Постановление правительства, как правило, утверждается у нас в июле. И мы уже в июле с вами знаем, а как будем работать и как будут у нас переноситься те самые дни по 112 статье Трудового кодекса в следующем году. Но мы знаем, что год у нас 20-й был необычный. И в том числе постановление правительства о переносе выходных дней и утверждение производственного календаря на 21-й год было, как вы видите, датировано в октябре 20-го года. Именно здесь мы с вами можем видеть то, каким образом организовывается, то есть в производственном календаре мы видим те рабочие часы, которые как раз считаются нормой. И этот график является тем самым нормативом для определения, сколько работник должен отработать, переработать и сколько не может, свыше чего переработать. Я обращаю ваше внимание, что в конце каждого производственного календаря нам как раз приводится норма времени для конкретного года. В 2021 году для 40-часовой рабочей недели у нас с вами норма является 1 972 часа. Значит, если сотрудник у нас с вами работает и перерабатывает, то максимальное количество, которое он может переработать, это 120. Но, конечно же, я, наверное, думаю, что вы понимаете, что сотрудники у нас с вами могут уходить в отпуске, сотрудники у нас могут болеть. И это совсем не означает, что у них норма может быть уменьшена, а они точно так же должны там 1972 плюс 120 часов отработать. Итак, норма времени привожу, и давайте попробуем вот просто, может быть, поразмышлять сначала. Мы не считаем заработную плату, сейчас мы размышляем. Количество часов в календарном году у нас в 2021, он не в высокосновом, составляет 8760. Если мы с вами будем, опять-таки, опираться на норму при 40-часовой рабочей неделе, значит, сотрудник максимально в год может отработать 2092 часа. Если мы с вами будем отталкиваться от своего графика, который у нас сутки трое, будем подразумевать, что у нас всего 4 человека и больше никаких резервов нет, они все у нас работают прям строго сутки трое, то тогда без каких-либо даже там отпусков больничных и прочим отсутствием в соответствии с законодательством, каждый сотрудник должен отработать приблизительно 1 четвертую. Конечно же, готовясь к вебинару, я просчитала графики работников, которые организовывают процесс рабочий без отрыва и вывела, что два работника из четырех будут работать по своему графику по 2184 часа, один работник 2192 часа и еще один работник, видимо, ему там досталось и 1 января, и 31 декабря 2200 часов. Мы с вами видим, что это далеко за пределами всего того, что допустимо для работника по трудовому кодексу по 99 статье. Но помимо всего этого, да, естественно, для того, чтобы вот это вот все рассчитать, мы должны с вами организовать введение суммированного учета рабочего времени. Спасибо большое программным продуктам, которые работают очень хорошо и помогают нам решить вот эти вот все вопросы, автоматизировать учет на этапе составления графика, построить, исходя из цикла в днях, там это 5 дней или 4 дня, и составить график работы. Но мы с вами, конечно же, говорим, что допускается введение суммированного учета рабочего времени, но также есть такое понятие, как учетный период. Учетный период – это такой период, в течение которого мы должны посчитать, а какая переработка у сотрудника была. Месяц – это самый благоприятный расчетный период для сотрудника. Квартал, ну, конечно же, немножечко не такой, так скажем, приятный, как месяц. Другие периоды, как правило, это год, да, год – это максимальное количество времени. Это менее такой, скажем, выгодный для работника период. Сейчас будем считать и посмотрим, в чем отличие. Учетный период самый большой, может, не может превышать один год, и если работники у нас с вами работают на вредных, опасных производствах, то для них следует организовать учетный период 3 месяца. Вот теперь как раз к уменьшению нормы времени. Если у нас с вами работники, которые работают неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, может быть, вот опять-таки мы сейчас будем говорить про отклонение от графика работы, у них за учетный период уменьшается норма времени. Я не буду возвращаться к предыдущему слайду, но вы видели, там у нас с вами были величины, которые уже были за пределами 1972 часа для 2021 года. И если у нас норма будет уменьшаться, то переработка будет только увеличиваться. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени мы с вами должны установить в правилах внутреннего трудового распорядка. Сокращение норматива предполагается, когда учетный период работникам отработал не полностью. Конечно же, мы с вами знаем, что каждому работнику по трудовому кодексу полагается минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Естественно, если будем отталкиваться у 1972 норма, то будем уменьшать эту норму. Если по каким-то другим причинам в соответствии с трудовым кодексом работник у нас будет отсутствовать на рабочем месте, а его рабочее место за ним сохраняется, значит, это также уменьшает норму времени. Сюда также могут включаться, помимо отпусков, болезней, командировки, отгулы. Чтобы найти нормативное количество часов, нужно из нормы времени отнять часы, приходящиеся на отдых или болезни. Пример. Есть у нас работница, она работает диспетчером. И, конечно же, так делать нельзя, но мы с вами все-таки рассмотрим, как будто я ничего вообще не знаю. Я зашла в программу 1С, там, зарплат управления персоналом, забила график сутки трое, и в результате вот то, что я вижу, оно не дружит с трудовым законодательством. Но, тем не менее, мы с вами представим, что мы просчитываем, может быть, варианты, и делаем это накануне 2021 года. Работница находилась ежегодно в оплачиваемом отпуске или будет находиться, или он планируется, потому что графики работы у нас с вами составляются, исходя из того, что мы запланировали на следующий год. И если по графику отпусков видим, что сотрудница должна отгулять 28 календарных дней в период с 5 июля по 1 августа, то, конечно же, это время мы учтем. Давайте посмотрим, что у нас будет с нормой времени для работницы, сможет ли она так отработать, и, может быть, какие-то есть варианты решений. Я, наверное, да, не подготовила график сейчас для вас, но придется вам поверить, мне на слово там чуточку похоже будет другой график, исходя из другой нормы времени. Но если мы с вами, допустим, возьмем как раз тот самый график, по которому работник работает сутки трое, 24 часа в сутки, то в январе ей выпало на отработанное время по графику 192 часа, в феврале 168, в марте, в апреле. И, соответственно, цифры мы с вами видим, и они, конечно же, просто зашкаливают. Вот в июле как раз мы с вами видим 24 часа. Наверное, вот в тот период, который с 1 по 4 июля, она же находилась на работе, у нее выпала одна смена. В августе 176, в сентябре 184, октябрь, ноябрь, декабрь. Итого у нас с вами вышло 2032 часа. Если мы будем отталкиваться от, допустим, 1972 плюс 120, то я думаю, что ничего у нас здесь такого прям даже, не знаю, даже посчитать. На калькуляторе сейчас посчитаю, если, допустим, мы скажем, да, сейчас калькулятор у меня спрятался. Ага, вот если мы с вами, допустим, 1972 прибавим 120, получим 2,092, правильно? Так, норма, которая для 40-часовой рабочей недели, мы должны нормировать к ней. Вот она сокращается, то есть 1972 для нее уже не норма. Для нее норма будет 1972 вычесть то самое время, которое приходится на ее отпуск, на ее время отдыха, которое по законодательству в обязательном порядке работодатель должен предоставлять. А есть такие сотрудники, которые не хотят в отпуск ходить. Да, что с ними делать? В приказном порядке отправлять, говорить, что, дорогие наши сотрудники, вы завтра придете, мы будем делать вид, что вас не видим, мы вообще даже вам платить зарплату за этот день не будем. Я обращаю ваше внимание, что сейчас я как раз здесь показываю норму времени для производственного календаря. И может быть даже вот я посмотрю вот здесь вот распечатанный календарь, и это норма для 40-часовой недели вот здесь вот как раз приведена. То есть это все количество часов, которые сотрудник должен отработать, исходя из рабочих дней, умноженных на 8. Либо, например, есть у нас такие дни, которые с нечетным окончанием часов, это дни, видимо, приходящиеся, в которых есть предпраздничные дни, которые у нас с вами сокращаются на 1 час. Итак, 176 в августе, 176 в сентябре, июль, август, сентябрь, вообще самые такие нормативные, назовем, месяцы. И мы с вами вышли на 1812. То есть, по сути, не 1972 плюс 120 работник может отработать, а уже с учетом того, что норма ее сократилась на отпуск, значит, максимальное количество рабочих часов, которые мы можем ей оплатить, за которые нас, вернее, мы-то ей можем оплатить все, что хотим. То есть пусть она там работает сутки через сутки. Можно оплатить? Можно. Другой вопрос, что это называется нарушением трудового законодательства. Итак, 1812 плюс 120, 1932 – это максимальное количество рабочих часов в году, которое она может отработать. Но мы, наверное, представим, что она может уехать у нас куда, в командировку, вдруг, не знаю, куда диспетчеры могут в командировку уехать. Может быть, этот сотрудник может заболеть, да? Вот, тогда, конечно же, и норма будет сокращаться. Есть, вот смотрите, прям, что, да, немножко попозже я это расскажу, когда будет график, но есть такое мнение, что даже для некоторых графиков, в которых предусматривается сутки трое, рекомендуют, вот, в случае, если невозможно, да, организовать такой режим работы, чтобы сотруднику предоставлялось дополнительное время, даже организовывать сутки через четыре. Но это, конечно, прям совсем будет послабление для работника, потому что, исходя из сутки через четыре, получается большая недоработка, а вся недоработка, которая у нас с вами получается, она все-таки предполагает, что оклад работнику все равно будет выплачен. Но все-таки, вот в таком режиме, я уверена, что вы и не видели, чтобы человек работал, наверное, да, и у вас и знакомых таких нет. Но я обращаю ваше внимание вот сейчас на статью Трудового кодекса 108, перерывы для отдыха и питания. Мне сейчас попробую увеличить, может быть, вдруг у кого-то маленькие устройства. Так, попробую вот так вот увеличить. И в этой статье говорится, где наша 104 статья-то я пока тут, то есть 108. Так. Сейчас потерялась статья, уже выявили. Когда мы убежали тут, не знаю. Форс-мажор, да, форс-мажор убежал в Трудовой кодекс. 108 статья. Все, уважаемые коллеги, ничего не могу поделать. Будем смотреть тогда с вами. 108 статья, находись. Но в этой статье говорится о том, что мы должны, как представители работодателя, работодатель должен предоставлять работнику перерывы не менее 30 минут, не более 2 часов. И опять-таки здесь говорится о нормальной продолжительности рабочего времени. Если мы будем с вами отталкиваться от офисных работников, которые приходят на работу в 9, уходят на работу в 18, то, конечно же, они находятся на работе 9 часов. Но в табеле учета рабочего времени их табелируют 8. 8, потому что подразумевается, что 1 час у них законный перерыв на, скажем, прием пищи для отдыха и питания. Вот если мы с вами скажем, наверное, эти работники, которые 24 часа в сутки работают, точно имеют право на 3 перерыва и будут отдыхать 3 часа. Значит, табелировать мы их будем как 21 час. Это, естественно, выход из нашей ситуации. Я в дальнейшем покажу вам, график будет на слайде. У нас работница будет работать вот по графику сутки, грубо говоря, там четверо, 12 смены. Если мы опять-таки возьмем 12 смен умножим на 3 часа экономия, то это значит из нормы, вернее, из отработанного времени мы вычитаем с вами 30 часов. Допустим, там опять-таки, если мы будем отталкиваться от графика сутки трое, там будет больше смен и вот это вот количество тоже будет возрастать. В любом случае самое главное, что мы должны с вами определить норму по этому графику с учетом тех дней, которые будут отклонением от графика. Но в данном случае у нас отпуск к сотруднику будет предоставляться и прибавить уже к получившейся норме 120 часов. В случае, если будет больше, то уже каким-то образом планировать график по-другому. Либо дополнительный сотрудник, либо... Ну вот опять-таки, если мы с вами представим, что в организации работают 4 человека и они работают сутки трое, то, к сожалению, это невозможно справиться. Если мы опять-таки говорим, что эти 4 человека работают сутки четверо, то они будут очень сильно недорабатывать. Как из этой ситуации выходят, допустим, те организации, у которых все-таки работники работают сутки трое? Ну, например, те же самые больницы, но там же не одна медсестра правильно работает, их там несколько, они каким-то образом друг дружку заменяют. У меня сестра работает медсестрой, и она вот прям так и говорит, что им составляют графики, им предоставляют графики. И несмотря на то, что у них сутки трое, они все равно работают каким-то таким образом, не прям строго сутки трое, а вот именно так, как по графику будет утверждено. Допустим, рассчитали мы с вами сверхурочные часы, мы увидели, что ни в коем случае не кабальные условия у нас с вами на работе. Может быть, такое вот прямо сейчас отступление сделаю. Уважаемые коллеги, если у кого-то родственник, близкий человек, работает сутки трое, вы имеете в виду, что он очень сильно перерабатывает. И если вот нет опять-таки таких графиков, как у моей сестры, которые утверждаются, когда прям говорят, вот ты сегодня не работаешь, у него бывают длинные выходные, там целую неделю, например, ей дают по этому графику, то все судебные решения только в пользу работника. Причем вот как раз здесь тоже мы сейчас поговорим о тех судебных решениях, которые в пользу работника. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее, чем в полуторном размере, а за все последующие часы не меньше, чем в двойном размере. Например, мы с вами рассчитали, может быть, у нас учетный период 12 месяцев, то есть год. В эти 12 месяцев сотрудник вот ровно отработал 120 часов. Вопрос, что оплачивать в полуторном размере, а что оплачивать в двойном размере? Есть мнение, что аккуратный налогоплательщик, аккуратный работодатель, вот из этих двух часов, из 120 часов, первые два часа, неважно, когда они были, может быть, они там в январе были, это же суммированный отчет. Почему он суммированный? Потому что невозможно определить, когда он переработал. Вот первые два часа мы оплачиваем в полутором на размере, а уже 118 в двойном размере. И есть, конечно же, мнение, что работодатель, который готов отстаивать свои права, может каким-то волшебным образом посчитать каждый день, в который сотрудник переработал, из этого каждого дня вынуть, да, вот те самые два часа и их оплатить, там, умножить на пять дней, допустим, это будет 10 в полуторном размере, а уже все, что останется в двойном. Программный продукт 1С при оплате сверхурочных, который у нас, допустим, там за каждый день, потому что работая, сотрудник отработал 8 часов, каждый день регистрируется, ну, там не каждый день, а когда он задерживается, регистрируется переработки. Там прям есть поле такое, а сколько оплачивать в полуторном размере, а сколько оплачивать в двойном размере. И если сотруднику регистрируется переработки, там, допустим, пусть будет 18 часов, может быть, за целый месяц, значит, возможно, это будет 8 часов умножить на полтора и, соответственно, 10 часов умножить на два. Есть такая возможность. Если в программе оплачивается переработка при суммированном, вот это сверхурочный, который конкретный сотрудник, у которого 8-часовой рабочий день задержался. Вот они такую возможность дают выбрать, где на полтора умножить, какое количество часов, какое количество часов умножить на два. А вот уже регистрация переработок, она предполагает там тоже, да, что вы можете написать, сколько часов умножить на полтора, сколько часов умножить на два, но она сразу автоматически предполагает, да, что на полтора вы будете умножать только два из всего того, что получили за учетный период. Вот это правило, которое мы сейчас с вами видим, не менее чем в полуторном размере, а все последующие не менее чем в двойном, применяются только для будних дней. Однако есть мнение, что и для будних дней можно умножать все последующие часы на два. Работа в выходные и праздники, вернее, тут немножечко другая отвеча, вот это правило применяется для будних дней, в том числе, там, допустим, для нашего работника, который сутки трое работает. Если у сотрудника переработки выпадают на выходные его по графику и праздники, то оплата производится всегда в двойном размере. Если работник выразил желание выбрать отгул вместо двойной оплаты, тогда ему будет положена одинарная оплата и в любой день, в который он захочет, он напишет заявление и отдохнет. Вот, наверное, еще будем возвращаться к этому вопросу, к оплате переработок на календаре, который у нас с вами будет далее на слайде. Вот после того, как мы определились с часами, которые нужно переработать, нам нужно определиться со стоимостью часа. Что такое стоимость часа или, как здесь на заглаве слайда, часовая тарифная ставка. Это некая величина, естественно, в рублях, которую мы должны с вами умножить на количество того времени, которое сотрудник переработал. Стоимость часа можно рассчитать тремя способами. Я сейчас вам показываю способ классический или способ, который самый верный, самый справедливый, самый правильный. На каждый год календарная стоимость часа будет разная и она как раз будет зависеть. Я вам сейчас покажу опять производственный календарь. Она будет зависеть от нашего производственного календаря. Мы будем с вами рассчитывать исходя из среднемесячного количества рабочих часов. Есть норма для 40-часовой рабочей недели. Значит, независимо от того, сколько рабочих дней, сколько рабочих часов приходится на конкретный месяц, мы можем сказать, а какое среднее количество рабочих часов. И если мы возьмем это среднее количество часов, разделим его на, вернее, возьмем норму, разделим на 12 месяцев, то как раз выйдем вот на это среднемесячное количество рабочих часов. То есть определив стоимость часа, исходя из среднемесячного количества часов, мы скажем, мы сейчас организовали самую справедливую оплату и расчет стоимости часа в каждом месяце будет одинаковый. Когда наступит у нас 22 год, у нас будет совершенно другая норма, но там плюс-минус, понимаете, вот всегда получается там 164, допустим, запятая 1, 164, запятая 2. То есть все равно это будет плюс-минус очень близко. Вот. И, соответственно, если у нас наступит, когда у нас наступит 22 год, да, когда наступит у нас 22 год, когда у нас с вами будет утверждено постановление правительства о переносе дней, тогда мы с вами узнаем ту норму для 40-часовой рабочей недели. И стоимость часа в 22 году будет разная. Единственное, что сотруднику всегда нужно объяснять, да, а что, а как, а почему. Они же, вот это нам трудно даже с вами зарплату считать, а им это вообще краю. Вот. Определяем стоимость часа по среднемесячному количеству часов, то есть справедливую. Взяли норму часов по производственному календарю 1972 в 21 году и разделили на 12. Вот эту вот величину, как раз среднемесячное количество часов нам потребуется для того, чтобы мы посчитали стоимость часа. Оклад сотрудника делим на вот эту величину. Стоимость часа, если сотрудник зарабатывает у нас 40 тысяч рублей в месяц, будет 243-45. Ежемесячно и в феврале, и в марте, и до следующего декабря 2021 года именно по такой стоимости часа мы будем производить с вами оплату переработки. Второй способ. По норме времени производственного календаря. Как правило, кто работает еще не в профессиональных программах по расчету заработной платы, даже не знает, да, что, допустим, бухгалтерия предприятия именно таким образом всегда считает стоимость часа. Она берет оклад работника и просто делит его на количество часов по производственному календарю. У нас немножечко попозже будут расчеты, потому что там просто очень такой, скажем, узкий функционал и нет такого функционала, по которому можно было бы часы учитывать. В каждом месяце у нас разное количество часов. Мы с вами видим 120, 150, 176. И исходя из этого будем получать разную стоимость часа. Опять-таки справедливым считается, да, именно тот вариант, который мы посмотрели с вами первый. Считается, что июль, август, сентябрь – это месяцы, на которые приходят максимальные, да, переработки по сотруднику, потому что они длинные эти месяцы. И стоимость часа здесь минимальная всегда. Ну вот декабрь, да, тоже у нас какой-то прям малюсенький будет. А посмотрите, что у нас в январе. В январе у нас, конечно же, 40 разделить на 120 – это будет очень хорошая, выгодная стоимость часа для работника. В основном все, кто на окладе, по второму способу получают заработную плату в случае переработки. Этот способ имеет недостаток, потому что неодинаковая стоимость часа будет у нас с вами ежегодная. Стоимость сейчас определим по нашей работнице тремя способами стоимость часа. Вопрос от Елены. А если учетный период не год, а, например, квартал, тоже среднемесячное количество часов, надо вычислять. Дужно обязательно, вот смотрите, прям как здесь написано, считать так всегда. Учетный период нам нужен для того, чтобы мы определили, сколько сотрудник переработал. Давайте вот я прям сейчас это покажу, у меня заготовленного слайда нет. Смотрите, первое. Стоимость часа сама по себе. Она не зависит от учетного периода. Стоимость часа определяется, исходя из первого среднемесячного количества часов, второго, исходя из графика работы каждого месяца, да, исходя из нормы, либо вот это третье, я уже сказала, из графика работы, который самый считается уничижительный способ расчета, стоимость часа. Там всегда будет очень маленькая величина. Для чего нам нужен учетный период? Для того, чтобы вот у нас месяц, учетный период. Сотрудник отработал у нас там, скажем, 144 часа. Скажите, он переработал? Переработал, потому что у него по графику вышло 144. Значит, мы должны сказать 24 умножить на стоимость часа и оплатить переработку. А если, например, у сотрудника норматив учетный период составляет квартал? Просто как раз цифры очень простые у нас там получились у меня в расчете, и я вот как раз их считаю. 144 умножить на 3, это будет как раз у нас с вами в следующем графике, сутки через 4, да, редкий такой, но зато эксклюзивный. И сотрудник наш отработает 432 часа, 432 часа и 447. Согласитесь, это уже переработка гораздо меньше, чем 24 часа. Переработка составляет у нас 15 часов. Значит, сотруднику будет оплачено 15 часов. А в дальнейшем наш график будет предполагать, что вообще у сотрудника переработок не будет за год. И вот первое, если сотруднику установлен какой-то учетный период, но он норму не отработал, значит, сотрудник всегда получит аванс. Это не его вина, что у него вот так вот график сложился. Да, норма была там, допустим, 151, а я отработал 144. Получи, пожалуйста, оклад, у тебя просто такой график. Вот смотрите, учетный период у нас с вами месяц, сотрудник отработал 144 часа оплата за отработанное время оклад плюс 24 умножить на стоимость часа. Сотрудник отработал у нас с вами в квартале, вот мы сейчас с вами посчитали, 432 часа. Значит, он переработал уже меньше, и ему, конечно же, он когда-то, он получал в каждый месяц оклады, а в дальнейшем получит в марте, в расчете после марта доплату за переработку. И вот почему у нас с вами самый неблагоприятный период для оплаты, для учетного периода год, потому что, как правило, очень часто все компенсируется годовой нормой, и выясняется, что не будет ему ни 24 оплаченные часа в январе, ни даже вот как здесь мы с вами 15 посчитали, потому что вот эти вот тяжелые длинные месяцы, они просто все заберут. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила, и мы с вами продолжаем считать норму часа, ой, стоимость часа, и стоимость часа вот считается независимо от учетного периода. Это просто две разные составляющие. Одно нужно для того, чтобы знать, по какой стоимости оплатить, а второе нам нужно для того, чтобы знать, сколько оплатить. Допустим, у нас с вами так, да, вот первый вариант у нас здесь с вами уже рассчитан. Может быть, там, если у вас есть карандашик, ручка или листочек, запишите эту величину, я тоже запишу. 243,45 – это у нас с вами уже рассчитанный первым способом по среднемесячному количеству часов ее стоимость часа. Рассчитываем, исходя из производственного календаря для 40-часовой рабочей недели. Что будем делать? Мы будем с вами делить ее оклад в каждом месяце на норму для 40-часовой рабочей недели. В каждом месяце мы будем получать разную стоимость часа и будем оплачивать, исходя из стоимости часа. Но это, опять-таки, это так можно, конечно, можно, это законно, это законно у нас так закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка. Стоимость часа в январе – 333,33. Сейчас я разберу и отвечу на вопрос в чате. Стоимость часа в феврале – 40 тысяч разделить на 151, уже получается 264,90. Стоимость часа в марте и последующих месяцев, опять-таки, можете уже, домашнее задание, да, нам такое после семинара, можете просто взять и рассчитать. С каждым месяцем будет стоимость часа разная. Но вот я вижу, что есть месяцы, в которых одинаковое количество часов по норме 40-часовой рабочей недели. Вопрос от Галины. Скажите, пожалуйста, суммированный учет рабочего времени начинается с апреля по апрель. Мы должны для каждого года высчитывать норму и тарифную ставку, да? Я не пойму, почему он начинается с апреля по апрель. Почему? Суммированный учет начинается с того момента, как сотрудник устроился на работу, либо с 1 января. И мы должны для каждого года вычислять норму и тарифную ставку. Конечно, да. А если сотрудник поступил на работу в апреле, вот у него тоже, смотрите, у него тоже идет норма сокращения. Вот мы с вами, смотрите, я не буду уже, конечно же, к слайдам возвращаться, потому что мне тогда нужно сворачивать, это не очень удобно. Смотрите, вот у нас такая норма была. Сотрудник в июле был в отпуске, и, наверное, там может быть и с 22 на вот эту 40-часовую рабочую неделю, но пришлось два дня, поэтому там у нас, по-моему, только 16, только 24 часа стояло, я не помню. Соответственно, вот это вот сокращение нормы привело к тому, что для переработок, сколько он может всего в году отработать, мы говорим, значит, 1812, там была величина плюс 120. Вот теперь смотрите, у вас сотрудник устроился в апреле, правильно? В апреле, естественно, у вас уже будет вот эта вот норма минус 447, понимаете, да? Потому что это же не означает, что у него там, допустим, может быть, и по норме выходит, и все, и что же он теперь должен вот за этот период костями лечь? Вот опять-таки мы должны, да, программы все сами считают, вы просто это закрепляете в правилах внутреннего трудового распорядка, а вот что вы должны, наверное, да, по доброте, душевно, это все сотруднику объяснить, потому что, как правило, когда сотрудники получают у нас с вами расчетные листки, они вот не понимают, да, почему я отработал 10 часов в январе, почему я отработал 10 часов в феврале, а мне заплатили умножить на там 10, и пусть будет там на 2, на 1,5, одну величину за январь и в феврале другую. Значит, вы должны вот уже, ну а что у нас, да, сотрудники, когда принимаются на работу, они же под подпись знакомятся со всеми локальными нормативными актами. Другой вопрос, что они когда читают, то мы не понимаем, да, как читать, ведь вы мне вопросы задаете, а я считаю, что все-таки на семинары, на наши вебинары ходят профессионалы, а не начинающие практики, для начинающих это все-таки тяжело. Вот, и мы, получается, с вами путаемся, как, что, куда, а им-то это вообще тяжело, поэтому он может прочитать правила внутреннего трудового распорядка, но мне кажется, он будет думать, что правила внутреннего трудового распорядка у нас с вами, особенно расчет стоимости часа, написан по принципу «кручу-верчу, запутся хочу». Так, третий способ, самый-самый невыгодный для работника, самый-самый выгодный для работодателя. Смотрите, мы сейчас с вами говорим о норме времени графика сотрудника, и если, опять-таки, я буду отталкиваться от той нормы, которая 40-часовая, от той нормы, которая там была годовая, то, наверное, представим, что здесь вот там есть такие графики, 192 у сотрудника вышло в январе, значит, его тарифная ставка, его стоимость часа будет определяться для переработок 40 тысяч, разделить вот на количество времени в месяц по его графику. Ну, то есть это вообще просто грабеж среднего дня, я так это называю. Оклад делю на норму часов по графику сотрудника в расчетном периоде, да, или в расчетном месяце. В январе 208, в феврале, там, допустим, у него столько выпало, 238. Но мы видим, что февраль, допустим, не очень сильно отличается, однако, вот, у меня тут где-то написано 243-45 с предыдущего слайда. Конечно же, мы с вами понимаем, что 208 – это вообще ниже Плинтуса. Так, значит, нам теперь нужно с вами произвести расчет заработной платы нашей работницы за январь. Сейчас тут у нас с вами будет такой табель, да, табель все-таки я составила, но не хотелось, да, хотелось что-нибудь такого эксклюзивного, такого, чего ни у кого не будет, может быть, никогда. Тем не менее, имейте в виду, что этот график я составила только для того, чтобы действительно не было переработок. А если все-таки вы, там, немножечко владеете навыками составления графика в программном продукте 1С, то можете попробовать составить, допустим, график сутки трое, но исходя не из 24-часовых рабочих часов, да, в сутках, а 21. Ну, будем подразумевать, что где-то там у нас, да, есть у ней режим отдыха, который предполагает, что несмотря на то, что сотрудник находится 24 часа на рабочем месте, в трудовом договоре написано, он 8 приходит, он 8 уходит, но также в трудовом договоре написано, у него 3 перерыва по часу. Значит, соответственно, в программном продукте мы не можем прям так указать, что с такого-то по такого-то будут перерывы, в программе мы просто, допустим, с вами или в табеле, да, указываем, что 21 час он работает, столько-то ночных, столько-то дневных. Уважаемые коллеги, кто еще ни разу не считал заработную плату? Вот этот вот зверь, который я обвожу, это что-то очень похожее на, ну, это и есть, да, график работы, именно таким образом показываются графики, где есть и явка, и ночные часы. Первоначально показывается, сколько сотрудник часов отработал, а далее показывается, что приходится на явку, что приходится на ночные часы. Естественно, там тоже такой, ну, моя задача-то, да, при проведении бесплатного вебинара все-таки всячески вас приглашать, приглашать, приглашать на обучение в наш учебный центр. Тем не менее, вот один из таких прям показательных моментов, когда мы с вами составляем графики, это очень трудно понимать, что если у нас с вами есть график, то этот график при составлении, там, скажем, в программном продукте 1С ЗУП должен дать вот именно прям такой вам щелчок в программе, который будет предполагать, что будет составлен график, по которому сотрудник будет работать. И если мы с вами не регистрируем документы отклонения, например, в отпуск сотрудник пошел, здесь уже у него будет там ООО, да, в кабеле учет рабочего времени, и программа сама все поймет. Тем не менее, вот составила такую график прям, да, можно сказать, игрушечную, которого вообще ни у кого не бывает, сотрудник работает у нас сутки трое. То есть предполагается, что он, наверное, вот здесь вот там пришел в какое-то время, ну, пусть это будет 8 утра, если он с 8 утра до 8 утра отработал, а ночное время у нас, вернее, да, с 22 до 6, то подразумевается, придя 8.00 до 22.00 первого дня, вот он 2-го числа пришел на работу, это будет 14 часов явки. Вот через дробь прям написано, 14 часов явки он отработал, и программа им будет считать, и мы будем считать, если там руками, я уж не знаю, да, кто-то еще продолжает считать зарплату в Excel, будем считать как за дневные часы. А дальше уже идет следующий, так скажем, этап нашего графика, это 22.00, 24.00, 2 часа, которые приходятся на ночные часы, и это опять-таки будет сигнал программе для того, чтобы она сказала, да, я знаю, у вас вот стоит оплата ночных часов 20%, я это все посчитаю. Дальше у нас начинается с нуля часов следующее календарное число, вот я прям, да, вспомнила, что у меня можно вот так вот писать, 0.00, и там что тут у меня, ага, с 0.00 по там 6.00, это будет у него тоже ночное время, но которое приходится на следующую календарную дату, и в результате с 6.00 до 8.00, 8.00 он уже на работу уходит, это у него будет 2 часа явки, поэтому график этот составлен по принципу, да, явка дробь ночные, и если мы с вами грамотные все действия составления графика сделаем, то программа все, конечно, автоматически нам рассчитает. Здесь я привожу опять-таки, да, норму, и мы с вами видим, что у него есть переработка 24 часа в январе, у него нет переработки в феврале, у него нет переработки в марте. Что я буду делать? Если у меня, может быть, учетный период квартал, я точно ему, наверное, там не знаю, посчитаю, заплачу что-то, не заплачу. Сейчас попробую, да, 176 плюс 151 плюс 120 минус 144 минус 144 минус 144. 15 часов я переплачу, но опять-таки я знаю точно, что по этому графику в год у него переработок не будет, а это означает, что если у меня учетный период не месяц, если у меня учетный период не квартал, значит, он точно у меня ничего не получит, скорее всего, да, так. Значит, первое, да, надо определить нам, какая будет стоимость часа. Стоимость часа, давайте будем брать классическую. Классическая стоимость часа – это, исходя из среднемесячного количества часов в каждом месяце, 1 972 разделение 12 месяцев – это фиксированная величина в этом году для всех организаций, естественно. Далее мы с вами 40 тысяч рублей разделим на 164,33 и получим ту самую величину. Я здесь написала, все-таки отталкиваясь от того, что все вы на пальцах, на руках, на коленках, на счетах, на абаках работать не будете. Вы будете работать в программных продуктах. Программный продукт округляет стоимость часа всегда 4 знака после запятой. Далее мы с вами должны… Вот тут прямо сейчас, уважаемые коллеги, соберитесь, будет очень трудно. Почему? Придется мне вернуться, да, придется мне вернуться. Когда мы с вами оплачиваем сверхурочные сотрудники, когда мы оплачиваем сотруднику, которого такой вот график работы, как… ну это не совсем сменный, да, график работы, но тем не менее у нас могут быть такие сменные графики 2-2, 3-3. У таких работников обязательно будут приходиться какие-то, наверное, дни на те дни, которые являются красными днями календаря. Вот я вижу, что с 23-го он не работает, с 8-го он работает, с 1-го по 7-й он работает. И в случае, если у сотрудника, которые работают по графику работы, выпадают дни, которые у нас поименованы в 112-й статье Трудового кодекса, их всего у нас 14, да, включая 8 марта, 23 февраля и так далее. Вы все знаете эти дни, что их перечисляет. Значит, ему эти дни будут оплачиваться как дни, которые он работал в выходные. То есть это будет оплата выходных, а выходные у нас оплачиваются в двойном размере. Теперь представим себе, я не знаю, где суббота, воскресенье, да, история умалчивает, неохота весь календарь. Но может быть, давайте представим, что 26-й, 27-й – это у нас суббота, воскресенье. Это простые субботы, воскресенье, обычные, которые приходятся на его график работы. Они оплачиваются в обычном размере, умножить на один или, вернее, просто оплачиваются в единорном размере и все. В двойном размере мы сейчас будем оплачивать то, что у нас с вами пришлось на вот эти вот самые дни, да, те дни, которые, восьмое тоже сюда входит, те дни, которые у нас с вами на дни новогодних каникул. Вот, например, здесь пришлись. Я попрошу так немножечко запомнить, да, значит, у сотрудника всего… Надеюсь, да, вот все-таки это ручной учет, составление слайдов. Я надеюсь, что я нигде не ошиблась, но будем сейчас… Я смотрю, да, там мы считаем все усиленно, поэтому если вдруг какие-то недочеты обнаружатся, быстренько исправим, а сотрудника не обидим. Сотрудник отработал 144 часа, из них 96 часов приходится на дневное время, 48 часов на ночное. И вот те дни, которые я обвела, они приходятся у нас с вами на нерабочие праздночные дни, которые мы должны оплатить в двойном размере. В чем будет сейчас особенность? В том, что мы, когда оклад начислим, это значит, что мы их один раз уже оплатили. И потом, когда мы будем вот эти вот дни, часы брать, мы их на два умножать не будем. Мы будем говорить еще плюс одна оплата за вот эти вот нерабочие дни. Так, в январе отработаны 144 часа, 96 явки, 48 ночных, и на нерабочие дни у нас с вами пришлось 32 часа явки, 16 ночных. Что мы начисляем с вами работнику? Сначала ему начисляется оклад, независимо от того, переработал он, недоработал он, 40 тысяч и все. Если мы возьмем с вами месяц, в котором нерабочих дней не будет, да, таких как 1, 2 января и так далее, значит, ему будет еще, помимо всего этого, оплата ночных и все. Значит, доплата за ночные часы. Всего часов ночных 48. Мы с вами берем стоимость часа, умножаем на 48 часов и 20% доплачиваем к 40 тысячам рублей. После этого вот все, да, если это был бы что там у нас, апрель без праздников, да, у нас с вами июль без праздников, август без праздников, просто будет заработная плата, доплата. Дальше у нас с вами идет доплата за работу в празднике днем. Днем он отработал у нас с вами 32 часа, но в одинарном размере 32 часа уже вот здесь оплачены. Поэтому мы с вами 32 умножим на 243 и доплатим ему за работу в выходной день, в праздник. Доплата за работу в празднике ночью. Вот смотрите, всего он отработал 48 ночных часов. Вот здесь вот мы уже ему один раз оплатили. Значит, мы говорим, что 16 внутри этих 48 находится, и нам сейчас нужно оплатить только вот эти вот 16 часов. Получается, доплата за работу в празднике ночью, да, у нас уже с вами произведена. То есть смотрите, вот эти 48 ночных часов умножить на 20% есть. Значит, мы с вами берем и вот такая прям тонкая грань, да, то есть как оплачивать сверхурочное. Вот если они уже оплачены сверху, значит, мы второй раз их не оплачиваем, потому что мы сейчас заплатили больше. Мы сейчас заплатили 100%, можете себе представить, а не, соответственно, 20%. Уважаемые коллеги, ну вот, наверное, да, пришло время рекламной паузы, естественно, я буду очень рада, и мои коллеги будут очень рады видеть вас в стенах нашего учебного центра. Два курса в ближайшее время будет стартовать, это учебный центр «Специалист» недалеко от метро «Белорусская». Учебный центр «Специалист» очень рядом, практически прямо около метро «Пролетарская», и если вам такие даты подходят, то, конечно же, мы вас приглашаем. Если вам такие даты не подходят, но есть интерес, то, конечно же, приходите в любое другое время, с которым вы можете ознакомиться в расписании на нашем сайте. Или просто приходите на следующие наши бесплатные вебинары, следите, пожалуйста, за информацией. Я уверена, вы узнали это либо от рассылок из нашего учебного центра, либо, может быть, специально заходили. Если все-таки курс интересен вам, приходите, мы будем не только оплачивать то время, которое у нас с вами является переработками, мы будем с вами в основном посвящать свое рабочее время расчету среднего заработка, который считается аж, я не знаю, 3,5 способа, так скажем. Это все по законодательству, потому что 3 способа официальных, ну, вернее, 3 способа, те, которые предполагаются в календарных днях расчет среднего заработка, в рабочих днях расчет среднего заработка, в годах расчет среднего заработка. Но когда мы считаем расчет среднего заработка в годах, то мы как будто на две части разделяем этот расчет, потому что буквально там на каких-то пару дней у нас у мамочек может отличаться. Конечно же, в нашем учебном центре на каждом курсе есть качественные учебные материалы, и вам будет предоставлено методическое пособие, и будет выполняться практику в рабочей тетраде, которая как раз будет связана с расчетом среднего заработка. Сотрудник у нас будет находиться один в командировке, один в отпуске, один на больничном. Будет у нас мамочка, у которой будет ребенок-инвалид, оплатим ей 4 дня за счет фонда социального страхования. И, конечно же, я уверена, все вы знаете про то, что в нашем учебном центре все документы, которые вы получаете на руки об окончании, являются очень весомыми на рынке труда. Коллеги, я уверена, что, может быть, вас заинтересуют также комплексные программы нашего учебного центра, которые предполагают профессиональную переподготовку. И обучение, которое проводится в нашем учебном центре, достаточно разнообразное. От очного до очно-заочного, индивидуальное, это редкий, конечно, случай, да, потому что очень дорого. У меня все. Спасибо вам большое за внимание. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если они есть. Также, может быть, не сказала я, что, как правило, видео выкладывается обязательно на нашем канале Специалист ТВ. Также, возможно, я точно не уверена, в личном кабинете на странице семинара, где вы зарегистрировались, вы сможете это видео также увидеть. Если, опять-таки, есть желание пересмотреть, может быть, посмотрите мою почту на сайте Специалист. По ссылочке можете зайти из личного кабинета семинара, написать мне на почту, я, может быть, даже ссылку сброшу на видео, если его будет тяжело найти. И, ну, как правило, да, по окончании семинара всегда выкладываю слайды, которые вы видели. Если, опять-таки, да, может быть, не знаю, где показать, где посмотреть, если я, ну, наверное, вот прям на пальцах буду показывать, заходите на наш сайт, у вас есть личный кабинет, если нет личного кабинета, значит, нажимаете зарегистрироваться, и по гиперссылочке личная страница группы вот с семинаром вы можете посмотреть, поискать слайды. Опять-таки, на странице семинара увидите мою фотографию, увидите мой e-mail, если какие-то вопросы будут, обязательно, обязательно, будьте на связи. Спасибо.